Я хочу сейчас педантично подойти к третьему вопросу. Третий вопрос у нас был уплотнение почвы. Вот как мы здесь поступаем? Вот я вам скажу то, что спрашивают меня чаще всего фермера. Нам пахать под сою, нам глубоко рыхлить под сою, нам просто пройти дисками. Как уплотнение почвы, именно физическое уплотнение, то есть когда мы проходим пенетрометром, сказывается на развитии сои. Вот миф вот этот развеять. Первое, что бы я сделал, это прошел глубоко рыхлитель. Это не решит проблему уплотнения, но решит проблему проникновения корней на более глубокий уровень. Сейчас следующий, прям сразу не отходя далеко от кассы. Как часто делать глубоко рыхление? Вот еще вопрос. То есть возвращаться с ним каждый год, через два, через три года и так далее. Если у вас севооборот кукуруза соя, то после кукурузы, перед соей хотя бы раз в два года два вот этих цикла. То есть три года соя. Первый год я и колотайгером прошел, дискрипером, да? Второй и третий год, как он это видит? По моему мнению, первый год вы рыхлите, а дальше, если сиелка позволяет, можно вообще ничего не делать. Можно продисковать весной, если есть такая необходимость. Но в принципе, если сиелка позволяет, основная идея — это уменьшить количество проходов. Но опять же, если вы не вносите удобрения. И возвращаясь снова к этому вопросу, три года у меня прошло, да? Я собираюсь после трех лет заводить кукурузу. Как правило, я снова прохожу рипером после трехлетней сои, да, под кукурузу. И уже в дальнейшем в монокультуре кукуруза-кукуруза я опять прохожу, то есть рипером. То есть или все-таки под первый этап кукурузы можно не делать дискриперную обработку, то есть под первый... Вот. Я бы рыхлил после кукурузы. Вопрос, почему у вас два года кукуруза? Как бы я сделал? Два года соя, год кукуруза. Два года соя, год кукуруза. Дело в том, что так как у нас не раундопреди сойбин, у нас ее нету, да, соответственно, мы вынуждены применять такие препараты, особенно на первом этапе, с очень сильным почвенным эффектом. Где потом второй год не растет кукуруза, как минимум два года нужно сою, а лучше три, потому что, если почитать на канистрах, период разложения три года этого почвенного препарата. И, как правило, у нас фермера под кукурузу вносят тоже почвенные препараты, да, после которых не растет соя. Поэтому, допустим, в своем хозяйстве я делаю первый год очень там нагруженную химообработку именно для уничтожения сорняка и в дальнейшем поддержать его в балансе, то есть чтобы не зарасти дальше. То есть первый год мы применяем почвенники и на кукурузе, да, с последействием. И первый год на сои мы применяем почвенники с последействием, именно почвенник, которым работаем по вегетации, потому что мы не имеем возможности работать раундапом по вегетации. То есть в его условиях это проще. Теперь я понимаю, почему у вас поля чистые. Основываясь на своей практике в США, я предпочел бы разбить эти года сои. Почему? У нас при севобороте распространяется болезнь по сои. У нас это нематоды. Поэтому, чтобы избежать этой проблемы, мы чередуем. Если такой проблемы нет, то... С болезнями у нас как таковой пока проблемы нет. Сой для нас новая культура относительно. Лично я ее выращиваю около 10 лет пока. Но больше проблемы с вредителями, нежели чем с болезнями. Профилактику фунгицидную мы делаем, да. А вот самый основной фактор – это будет в дальнейшем вредитель. С увеличением температурного режима вредители все быстрее и быстрее появляются. И самое главное, все равно это будет даже не сорняк и болезни, а вредители. Почему я обращаю на это внимание? Потому что не хочу, чтобы наши проблемы перекинулись на Россию. Когда мы перешли на севоборот, где очень много сои, у нас, к сожалению, развились нематоды. И они сильно распространились на нашей территории. Я не хочу, чтобы у вас возникла такая же проблема. Так идеально он видит два года сои. Два года сои, один год кукурузы. Это мое мнение, если мы говорим в общем, не касаясь конкретики. У меня вопрос. У вас на второй год кукурузы урожайность такая же, как и на первый? Ну, все зависит опять же от осадков будет, да. И от того, какое я ей питание дам. Допустим, мы применяем в хозяйстве технологию внесения безводного аммиака, да. И мы два года подряд вносим полную дозу безводного аммиака, самого высококонцентрированного удобрения. И все будет зависеть все равно от осадков. Какое бы там я суперпитание не дал, да. И все зависит от подобранного гибрида, соответственно. То есть, как он ведет себя в монокультуре прежде всего. То есть, у меня есть линейка уже определенных гибридов, которые лучше себя чувствуют в монокультуре. А есть гибриды, которые чувствуют себя лучше по первому году. То есть, я не рекомендую их вводить во втором году. Вот. По-любому провал урожайности будет. Что на сои будет провал урожайности на третий год. Что на кукурузе будет провал урожайности второй год. Но все равно я, и это лично мое мнение, это лучше, чем выращивать пшеницу с ячменем. Вот честно. Уважаемые зрители, так как у нас диалог довольно-таки обстоятельный и длинный, и даже мы немножечко подзамерзли, но мы все равно продолжим. По техническим причинам мы прерывались, поэтому сейчас я в шапке. Ребята еще пока держатся. Я хочу вернуться к вопросу про внесение аммиака. Вот расскажите, пожалуйста, о вашей практике, что вы делаете, как вы это делаете. И потом мы узнаем мнение Чака по этому поводу. Пока были небольшие технические заминки, мы уже опять успели с Чаком обсудить теорию внесения безводного аммиака, правильно она или нет, потому что многие люди боятся реально это делать. То есть, что мнение там стерилизует почву, убивает всю микробиоту, закисляет почву. А вот как мы делаем это в своем хозяйстве, под каждый урожай кукурузы мы стандараемся вносить безводный аммиак в нужной норме, на вынос того урожая, который мы рассчитываем. Как видит это Чак, внесение безводного аммиака, сколько процентов фермеров в Штатах делают это, да? И как он к этому относится, мы сейчас спросим у него. Я не могу говорить за все Штаты, но если мы говорим о той территории, на которой работает наша компания, а это север Айога и юг Миннесоты, то большая часть фермеров используют безводный аммиак. Ориентировочно могу сказать, что это две трети от всех производителей кукурузы. Одна из основных причин – это хорошая разработанная логистика. По сути, идёт трубопровод, по которому доставляется безводный аммиак. Нам не приходится возить его грузовиками. Бочки готовы, заправочные. Приехал, на пикапе зацепил, привёз к культиватору, эту бросил с датчиком, сервис подъехал, забрал эту бочку, да? Разве это всё? Очень часто даже, собственно, вот наша компания, она оказывает услуги по внесению безводного аммиака в США, когда фермер просто звонит и говорит, мне нужно внести, и приезжают, вносят, всё делают. Насколько это вредно и как это оправдано? Безводный аммиак – это хороший источник азота. Основная проблема – это безопасность. На своём опыте я могу сказать, что когда безводный аммиак попадает на кожу, кожа очень сильно горит. Но за исключением вопроса безопасности, это один из очень хороших источников азота. Многие фермеры это делают своим оборудованием. Некоторые берут у нашей компании в аренду оборудование для внесения. Я не вижу ничего плохого именно в источнике удобрения. Теперь такой вопрос по азотному питанию. Так как кукуруза, основной всё-таки элемент потребляет, это азот. Когда он пришёл в Россию, мы же не можем соизмерять. То есть в Штатах, допустим, по вегетации работают безводным аммиаком, жидким удобрениям, азотом. И так как изначально там в ту компанию, где вы работаете, заказали опрыскиватель. На всех этих опрыскивателях были приставки для межрядковой подкормки кассам, допустим, удобрения. Вот в связи с климатикой, в связи с нашим периодом вегетации, ФАУ, как он видит идеальную картину, мы должны азот единоразово вносить полной дозой или дробить его, именно с учётом нашего короткого ФАУ здесь. Там в Айове ФАУ за 400, то есть они другие, и гены другие у этой кукурузы. Вот как он видит это в идеале? Мне нравится идея, но не совсем так, как об этом говорится в России. Я считаю, что в идеале безводный аммиак нужно вносить осенью и вносить касс весной вместе с химией, почвенными гербицидами перед севом. Почему я вижу этот процесс так? Потому что безводный аммиак даёт азот на большую глубину. И при севе, при начальных этапах роста кукурузы, корни не доходят до азота. Поэтому небольшая доза касс сверху решает эту проблему. Также в России используется очень много карбамида перед севом и внесением культивации из отделки. Просто из моего опыта я сторонник того, что осенью внести аммиак. Ну, в крайний случай, это весна, если почва позволяет это сделать. И со стартом дать ЖКУ, это азот и фосфор, потому что фосфор тоже на начальных этапах очень важен. То есть в ЖКУ содержится 11 азота, 37 фосфора. Это, я считаю, небольшая доза, это 50-80 литров на старте. В строчку посева мы ложим, я думаю, этого вполне хватает. На первичный этап, как вы правильно заметили. А вот многие просто пытаются догнаться потом внесением азота в межрядковую подкормку. Как вижу это я? Когда эти люди заходят в межрядковую подкормку, и если встает засуха, они нарезают дополнительную щель. То есть из этой щели выходит оставшаяся влага, да, и они не то что хорошо делают этой кукурузе, они делают ей хуже. Вот прав ли я или не прав? Мне очень нравится использовать КАЗ с почвенным гербицидом в начальных этапах, чтобы был источник азота для растений. Но мне нравится использовать КАЗ в США, потому что у нас в течение лета очень много влаги, много осадков, и это дает дополнительный источник азота кукурузе. Из того, что я увидел в России, это не очень хороший способ. В первую очередь, потому что мы не знаем, когда у вас будут осадки. И если вы вносите КАЗ в почву, в которой нет влаги, то КАЗ никак не влияет на вашу урожайность. Он просто не помогает растению расти. Просто пойми правильно, как я тебе сказал, что оснащение фермера небогатое, и все сейчас бегают со своими межрядковыми подкормщиками, там, а-ля Блуджет, и говорят, что вот, ребят, только вот этот способ и есть та самая дорога. Поэтому как бы для зрителей вашего канала вот этот миф, который у меня в голове, он сложился с годами, я бы хотел вот благодаря ЧАКу именно донести, как правильно выстраивать азотное питание растений. Самый главный вопрос еще, который задают, это междуряди у нас в России. То есть традиционно у нас междуряди 70. Я сею на междуряди 50, а некоторые питаются сеять по твинрову, то есть двустрочные посевы. Как он считает правильнее у нас сеять? Я не могу сказать однозначно, какой способ лучше. Потому что раньше у нас в США междуряди было и 80 сантиметров, и 90. Мы проходили междуряди культиваторами для уничтожения сорняков. Потом, когда химия стала лучше, мы со временем все сужали и сужали междуряди для того, чтобы солнце попадало больше на растения, а не на почву. Если переходить к конкретным цифрам, то, по моему мнению, от 55 до 70 сантиметров будет работать. Тут гораздо важнее, как работает сиелка. Если она хорошо настроена и выдерживает расстояние между семенами, то любой из этих вариантов будет работать при правильных остальных условиях. 50 сантиметров – это вполне рабочая схема, если удается сохранять поля в чистоте без сорняков. По поводу Твинроу я могу сказать. Я знаю, что в США некоторые фермы пробуют так сеять, но на той территории, где работает наша компания, я такого не встречал. Гораздо важнее, как ваша сиелка распределяет семена, расстояние между семенами и глубина посева. Если глубина и расстояние выдержаны, одинаковые, правильные, то ширина междуряди играет небольшую роль. Ну, лично, по моему мнению, из того, где я работаю, да, 50 помогает как бы разместить больше растений мне на гектар, да, растения там лучше получают воду и быстрее закрывает междуряди, скрывает, то есть меньше испаряются влаги с междуряди. Лично мое мнение, не знаю, как его. Справедливо, но не все зависит от влаги. Чем больше растений, тем больше нужно влаги. Продолжение следует...